Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Бартоломе Эстебан Мурильев. Непорочное зачатие. Испанская школа. Нам известна в истории народа и целой эпохи, для которых искусство служило лишь декоративным элементом в качестве арабеска, орнамента, игры красок и которые чуждались изображения человеческих фигур. Даже античный классицизм, преклоняющийся перед красотой и гармонией человеческого тела, избегает всякого усиленного подчеркивания выражения. Душевное движение, как несвойственное божеству, кажется ему недостойными художественного воспроизведения. Волнение души есть нечто мимолетное, мгновенное лишь то, что выше страдания и радости касалось красотой. Христианство выдвинуло на первый план чувства и возвело сострадание и любовь к ближнему на степени религии. Эпоха Возрождения стала не только изображать эти мотивы в чертах великих личностей, но и во всем стремилась к выражению внутреннего чувства. Искусство благодаря этому получило более широкое распространение. Оно сделалось достоянием тех, которым непонятна чистая красота. Обилие пафоса, силы выражения привели решающее значение при оценке художественного произведения. Величие достоинства исчезли, величественность и самодавлеющие достоинства мало-помалу стали исчезать. Чем сильнее и даже, можно сказать, чем грубее умели художники попасть в тон слащавой сентиментальности, тем они делались пулярные. Да и до сих пор такие художники любимы толпой. Картиной Мурили восторгается весь свет, тогда как рядом лучшие произведения Веласкеса и Рембрандта остается незамеченным. Впрочем, мы отнюдь не имеем здесь в виду осуждать Мурили. Мы могли бы вместо него назвать любого слащавого художника, изображающего сентиментально возведенные к небесам взоры. Но мы, тем не менее, осуждаем многочисленную толпу художественно невоспитанные зрители, которым непонятны таинственные речи, песни и драмы, выраженные для нас в линиях и тонах, формах и игре святотеней. И Мурили был, впрочем, и с точки зрения поклонников чистого искусства великим художником. По свойству своего темперамента он не мог отрешиться от известной сентиментальной ноты. Он не мог сосредоточить свое художественное чувство на чисто образных представлениях, на одних только внешних признаках предметов. Экстаз, страстный религиозный восторг – вот то, что он старался изобразить в вечно новых вариациях, всеми средствами, которые давала ему живопись. Предлагаемая картина показывает, какого совершенства он достиг, как из морской пучины выплывают сверкающими лучами света волны ангельских головок, а над ними, подобно новой андиомении, возносится и расплывается в пространстве Дева Марии в беспорочном зачатии. В мягких округленных формах лица и рук, сливающихся очертаниях широко развивающейся мантии, нет ничего жесткого, ничего резкого. Океан света и шепот вдохновения, подвижность Тициана, Херуимах, фламандская сочность форм Рубенса, воздушная перспектива Веласкеса – все это соединились в испанском фанатично-сентиментальном темпераменте Муилье. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Переводы дополнений под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok